...сообщение работы по переподготовке кадров, выращивание специалистов за счет новой кондиционной работы, заключающейся в целенаправленной работе в анкосистеме самочисти. Для его устранения систематически предпринимаются различные экологические мероприятия. В целью комплектования кадров организовано деятельность по формированию кадрового резерва, заключение договоров о церевомом обучении. В 2021 году заключение договора о церевомом обучении, заключающейся в Центаярской школе для закрытия вакансий к его русскому учебу истории. Проводится переподготовка учителей на другие специальности. Так, учитель Центаярской, еще назывательной школы, прошел переобучение и уже с сентября 2020 года подает математику и информатику данной школе. Назаровский район ежегодно принимает участие в процессе на замещение вакансий по программе земских учителей. В 2021 году в Сахарсинском школе приехала работать учителем английского языка. В 2022 году в перечень адвокатных должностей, утвержденных приказом Министерства образования властного края, и принимающих участие в конкурсах на вакансии, вошла вакансия учителя обучения языка и литературы Сахарсинского среднего образования в школе. Уважаемые присутствующие, депутаты, приглашенные коллеги, разрешите доложить буквально несколько слов о молодежной политике на территории района. В этом году нам есть чем гордиться. За год рейтинг флагманских программ поднялся с 27-го места на 3-е рейтинг муниципальных образований Красноярского края. Рейтинг – конкурс среди военно-патриотических клубов Красноярского края – 8-е место. Конкурс среди руководителей флагманских программ для лучших – 10-е место по Красноярскому краю. Также руководитель флагманских программ «Мы гордимся», Анастасия Печенок является номинатор премии «Мы молодые», номинадцать лидер «Мы гордимся». Одно из главных достижений в 2020 году – победа в проявлении конкурса субсидий на развитие системы артистского воспитания в рамках деятельности муниципальных и молодежных центров. Сумма субсидий составила 220 тысяч рублей. На полученные деньги мы приобрели форму для минармейцев и другое обзорирование. В этом году команда Назаровского района прошла прегиональный этап военно-патриотической игры «Сибирский щит-2022», заняла 5-е место и 15-й команды «Сибирский края». На базе района молодежного центра действуют три военно-патриотических клуба «Петтосокол», «Сибирский Сахаптай», «Витя» с села Павловка и «Красотряд» села Красная Поляна. С июля по август 14 активистов Назаровского района в возрасте от 14 до 17 лет приняли участие в сменах краевого и патриотурного проекта «Дюминиор», который проходил в городе Красноярске. Три участника вошли в топ-25 лучших участников на своих сменах. Смены летнего палаточного лаги на базе регионального центра патриотического воспитания «Венармия» посетили 11 подростков. На Анатиме Бирюсат приняли участие в деле человек в возрасте 18-25 лет. В конкурсе проектов по организации трудового воспитания несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет в 2022 году были поддержаны 11 проектов, что дало возможность предоставить трудовые места подросткам. 15 июля начали свою работу ТОСы. Трудовые отряды с 16 лет финансированы за счет краевого бюджета. В 2022 году всего одна молодая семья получила социальную работу на улучшение жилищных условий. Как показывает практика последних лет, 5 лет. Большая часть молодых семей прожитает в городе, а не в районе. И еще из общего количества участников мероприятий ТОЛЯ молодежи от 18 до 30 лет, рабочая молодежь, остается невысокой. По сравнению с 2021 годом есть и большой прирост. Появились новые формы работы, клубы по интересам, клуб настольные игры, фитнес-клубы, клубы на театре для детей и родителей, клуб кино, студия по прогрессу, военно-патриотические клубы. Мы продолжаем уделять внимание этому направлению. Будем искать новые формы работы, которые помогут привлечь интерес рабочей молодежи. Одной из важных задач для себя считаю защита прав на совершеннолетних, сохранение здоровья и жизни наших детей. В 2024 году был принят рефлюзован значительный комплекс мер, направленных на совершенствование деятельности по профилактике преступлений, совершенных несовершеннолетних, а также в отношении их. Отмечено снижение общественно-опасных деяний, совершенных несовершеннолетних, до достижения возраста, с которого наступает удовольная песня. За label 2020 года на территории Назаровского района факт оформления несовершеннолетних наркотических rules и психотропных веществ, а также в преступлении совершенных несовершеннолетних, состоянии наркотического опgehen и незадимствирования. Для решения задачи по совершенствованию системы профилактической работы с родителями, уклоняющейся от воспитания своих несовершеннолетних усердей, организуется проведение ежемесячной выживательственной районной акции День профилактики на территории Назаровского района. Важным считаю, что защитник правительских сирот на получение собственного жилья. За 2022 год нами было произведено 70,5 тех жилых помещений, которые остались без попечения родителей. На основании закона Красноярского края от 8 июля 2021 года о мерах социальной поддержки граждан, достигших возраста 23 года и старших, имеющих в соответствии с федеральным законодательством, статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, шесть наших предметов получили сертификаты, на которые они смогли приобрести жилье на все эти школы Красноярского края, которые это сделают. Только Алим, у нас ребенок приобрел жилье в городе Железнодорске, он там живет, у него семья, дети, постоянно проживают там. Остальные все ребятишки и семьи, которые живут в городе Назарова. Один ребенок прижал вопрос по комитету жилья, но после событий 7 мая 2020 года цены на жилье возросли, и он не смог договориться и решить вопрос по комитету жилья на территории района, и был вынужден уже сейчас пролетать на территории города. Хочется отметить, что несмотря на сложные годы пандемии, культуре удалось сохранить численность крупных формирований почти во всех домах культуры, возобновленное проведение всеми любимых традиционных праздников и мероприятий. В этом году всех порадовало наше любимое преддовое мероприятие «Золотой полос», собравшее более тысячи жителей районов и гостей города. Стоит отметить, что в наше напряженное время учреждения и культуры не остались в стороне об объединении всеми любимых районов. В течение года прошли 23 благотворительных концертов в поддержку СВО в рамках фестиваля «Голоса Брючевыми» – Дня народного единства и Дня защитника Отечества, сборы которых составили более 160 тысяч жителей. В этом году в мощном режиме была проведена новогодняя елка «Голоса Брючевыми» для одаренных талантливых детей, победителей, призеров всероссийских краевых районов и школьных предметных олимпиад, детей наших мобилизованных граждан. Районная новогодняя елка для детей с ограниченными возможностями договорить. В отчетном году было уделено внимание на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. В 11-18 учреждениях проведены текущие ремонты на общую сумму практически три миллиарда на рублей. Преимущественные виды работ – ремонт крови, ремонт системы отопления для монтажной работы. Избитые наиболее затратные работают ремонт, зверху на нас, зал, пряди стопот, ремонт розы с отмотком, ремонт розы с отмотком, и устройство сангового рома. В 2002 году приобретено звуковое и цифровое оборудование для Краснополярского средства дома на сумму 878 тысяч рублей в грантах Государственного программа Краснодарского края развития культуры и туризма по мероприятию для стечения развития и терпения материальной и технической базы муниципальной.